Привет! Все мы знаем, что такое Лего с самого детства, но еще более точно мы знаем, что Лего это дорого. Вот, например, самые стандартные кубики Лего, набор которых стоит около 20 долларов. За эти деньги мы получаем примерно 300 деталей, из которых построить можем что угодно, в меру фантазии и количества кубиков, конечно. Мы возвели вот такой вот небольшой домик для Лего-человечка и провели несколько подсчетов. Получилось, что один Лего-кубик среднего размера стоит около 5 рублей. Площадь нашего домика 49 квадратных сантиметров и потрачено на него 140-150 деталей. Выходит, что квадратный метр жилья из Лего стоил бы 1700 долларов, а настоящий Лего-дом целых 200 тысяч. Но за что мы платим такие деньги? Ведь все мы прекрасно понимаем, что это всего лишь пластик и его уже давно смогли подделать китайцы. За те же 20 долларов мы купили целую огромную коробку с кубиками. Правда уже не Лего, а какой-то Супер Брикс. Упакованы кубики отлично и с виду на первый взгляд не отличаются абсолютно ничем. Только если присмотреться, то на каждой пимпочке у оригинального Лего есть надпись, а у копии гладкая поверхность. Но не будем же мы за эти надписи платить. Многие могут подумать, что неоригинальное Лего будет держаться менее прочно или кубики будут какого-то не такого качества. Для механической проверки мы взяли молоток и решили ударить пару раз по оригинальному Лего. А затем точно ту же процедуру провести с копией. Лично я никакой разницы в прочности не увидел. Поэтому берем еще по кубику и уже любимую всеми кувалду. Оригинальный кубик разбился в дребезги. И с неоригинальным произошло то же самое. На первый взгляд он остался даже целее. В чем же тогда дело? Мы построили две похожих абстрактных фигуры из оригинального Лего и копии. И решили уронить их с высоты человеческого роста. Оригинальное Лего разбилось в дребезги. Кусочки валялись в радиусе нескольких метров. А подделка, к нашему удивлению, почти не разлетелась. Основная часть осталась лежать на земле целой. Мы быстренько отправились домой и принялись собирать какую-то постройку из этого огромного ящика с кубиками. И уже по ходу сборки заметили кое-какое отличие. Мы построили большой дворец, во дворе которого запарковали гольфкар и сделали настоящее джакузи. И всего лишь за полчаса постройки пальцы реально устали. Может на видео это и не сильно заметно, но оригинальные кубики скрепляются плавно и также плавно друг от друга отстают. А вот подделка требует намного больших усилий, чтобы скрепить и раскрепить два кубика. Если соединить две плоских детали, то оригинал разъединить еще получится. А вот копию уже вряд ли. Мы еще внимательнее присмотрелись к деталям и заметили на оригинальных лего внутри какие-то полосочки, которых нет на китайском. Возможно все дело в них. Но не будем забывать, что разница в цене у конструкторов колоссальная. А минус у подделки мы нашли только один. И на этом можно было бы закончить, если бы лего еще давным-давно не начали делать конструкторы не только из кубиков. Лично я все детство залипал на крутые рекламы лего сити и очень хотел построить себе целый город из лего с постройками, техникой и рабочими. По факту, лего сити лишь немного сложнее, ведь здесь кроме кубиков еще есть детали для постройки всяких простых механизмов. Например, вот такого мини-экскаватора или пожарной машины. Для сравнения, мы выбрали вот такую вот снегоуборочную машину. Во-первых, она ездит на гусеницах. Во-вторых, у нее сверху рабочая пушка, стреляющая снежками. И нам стало очень интересно, повторять ли то же самое китайцы. Набор называется Лего Ситис и выглядит вроде бы неплохо. Инструкция чуть попроще, но ничего критичного. Даже наклеечки все как в оригинале. Как и прошлое, лего собирается немного более туго и не так комфортно для пальцев. Но по итогу мы получаем две абсолютно идентичных модели. Только гусеницы у китайской слегка более темного оттенка. Все движимые элементы работают, ездят модели тоже вроде идентично. И даже пушка у китайской версии работает исправно. Оригинальный набор стоит 2000 рублей, а копия 500. Так что в этом случае, как ни удивительно, китайский набор очень порадовал. Но я больше люблю лего техник. Это такая серия лего, где кубиков практически нет вовсе, а используются в основном функциональные элементы. Всякие механизмы, шестереночки, крутилочки. Такие лего обычно самые интересные и самые сложные. Я собрал не один десяток техник моделей и решил, что их сравнение будет самым интересным. Поэтому мы купили огромный набор на 2500 деталей. Коробка пришла очень большая и немного потертая. Но это уже скажем спасибо сотрудникам почты. Коробка с копией выглядит тоже неплохо, а вот по весу оригинальная тяжелее раза в 4 точно. Странно, ведь масштаб у моделей заявлен одинаковый. Вот сколько деталей придется собрать, чтобы получить наш огромный Defender. В копии же детали очень похожи, но их тут ровно вдвое меньше. 1250 штук. А если сравнить инструкции по сборке, сразу становится понятна разница. Ну что ж, пора переходить к сборке. С самого начала в лего нас встречает межколесный дифференциал. И я бы сейчас с радостью рассказывал вам про все механизмы, которые внутри. Но это все настолько сложно и долго, что боюсь большинство просто выключить видео. За первый день мне удалось собрать только коробку передач, которая, к слову, по заявлению самих лего, самая проработанная за все время. На второй день вышло собрать двигатель, подвеску и соединить вместе переднюю и заднюю часть кузова. На настоящих автозаводах этот момент называют свадьбой. Весь второй день с утра до позднего вечера я собирал машину этап за этапом. И это было одновременно очень интересно, но очень сложно. Я даже не подозревал, что этот процесс так затянется. Копию мы собрали с оператором уже вместе. Здесь деталей меньше, и сборка прошла куда проще. Но, увидев размер колес, мы сразу поняли, что что-то здесь не так. Сравните, например, колеса оригинала и копии. Спустя еще один день обе сборки были закончены. Ну что, готовы увидеть результат? Да, китайцы явно пытались повторить все точь-в-точь, но получилось очень так себе. Даже внешне модели совсем не конкурируют, что уж говорить про функционал. В оригинальном Defender есть рабочий от колес двигатель, коробка передач, рулевое управление через редуктор и еще много всего. Руль меня особенно порадовал, так как крутится он как в оригинале у настоящей машины. А в копии, как в любой другой игрушке. Но, как по мне, самое крутое это подвеска. Подвеска у оригинала сделана точь-в-точь, как у настоящих машин. Многорычажная и с амортизаторами. А у копии что-то там, конечно, есть, но что она амортизирует, непонятно. Не работает от слова совсем. Посмотрите только, как залипательно оригинальный Defender едет по плохой дороге. И как подвесочка под его собственным весом отрабатывает даже мельчайшие неровности. В это время в салоне каким-нибудь игрушкам будет очень комфортно. В этой коробке передач есть даже понижайка, которая без шуток позволяет машине лучше проходить препятствия. И карабкаться вверх даже по скользкому грязному покрытию. Такой аппарат не страшно и со склона вниз спустить, и брод на нем форсировать. А копия ведет себя просто, как пластиковая игрушечная машинка. Что уж говорить, если даже дифференциала в ней нет. Пока мы все это тестировали, местные эксперты решили тоже принять участие в голосовании. И все приняли решение, что оригинал намного круче. Да еще и стоит, по их мнению, незаслуженно мало. Так что покупать неоригинальное лего или нет, выбор, конечно, за вами. Но в технически сложных моделях я бы однозначно предпочел оригинал. А вот в моделях попроще, можно и подумать. Не забудь поставить лайк, если видео тебе понравилось. А также можешь посмотреть еще несколько, они у тебя на экране. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok